На этой литографии Мария в образе Сельфиды, духа воздуха в той самой пачке, что стала первой в мире. Характер невесомый, ускользающий на крыльях Сельфиды, прекрасно передавала пышная юбка из прозрачного тюля. Эскиз костюма нарисовал Эжен Лами. По одной из версий, автор либретто к балету Сельфида и отец балерины Филиппо Тальони придумал для дочери такое платье, которое придавало бы всему облику героине воздушность и грациозность. И заодно скрывало бы недостатки ее фигуры. Кстати, сегодня такая пачка называется Шопенко. Существует интересная легенда, связанная с именем Марии Тальони. А даже на границе с Россией, таможенники спросили, не везет ли она драгоценности. И тогда Мария аккуратно приподняла юбку и показала свои ноги. Кстати, Мария Тальони была первой балериной, которая встала на пуанты. В 1850-х годах пачка становится особенно пышной. Тут виновата мода на кринолины. Длина до середины икры актуальна несколько десятилетий. В конце 19 века длина резко уменьшается. Пачки 1880-х едва прикрывают коленную чашечку. Пачки 1890-х годов уже полностью открывают колени и ноги до середины бедра. Балетная техника развивалась, усложнялась, и это влияло на костюм. В 1930-х годах короткая пачка небольшого диаметра уже топорщится в стороны. После войны пачка параллельно горизонту похожа на блюдце. Ноги полностью видны. У современной пачки слои неравномерной длины. Их диаметр увеличивается от нижнего слоя к верхнему. На одну балетную пачку идет не менее 12, а иногда и больше 20 метров ткани. И 12 часов работы мастера. Пачку шьют индивидуально. Пять мерок только для юбки. Первоначально пачки шили из газа. Это легкая прозрачная ткань муслина или тарлатана. Из тарлатана шили летние кренолины. Все эти ткани тонких лопок и шелк. Сегодня пачки исключительно синтетика. По стандарту в ней 10 слоев. В середину закладывают металлическую проволоку. Самый верхний слой и самый нарядный. С вышивкой, камнями и бусинами.